А, вы уже тут? Привет! Ну что, давайте тогда поговорим про приложение Папарацци. Что это такое? Это новая социальная сеть, которая сейчас разрывает все чарты в App Store во всех странах мира. Как это произошло? Да, все очень просто, что в первый день приложение Папарацци получило более 500 тысяч установок из вейт-листа, которые они собрали в ТикТоке. Но давайте поговорим, что же это такое. Изначально Папарацци задумывалась как соцсеть без самолюбования и постановки. Нас же с вами интересует, в чем секрет успеха этого стартапа. И давайте не будем, чтобы томить, я сразу отвечу на кейс, что успех данного стартапа в команде. Ну, в принципе, все, здесь можно включать это видео, но это не так. Смотрите, Папарацци реально сейчас взрывает по двум простым причинам. Первое, у проекта действительно есть доставичное финансирование, которое они получили благодаря тому, что два фаундера имеют большой трекшн в различных социальных приложениях. И два фаундера, которые организовали Папарацци, они входят в список Forbes 30 under 30, то есть это крайне успешные предприниматели и стартапы. Второй пункт, естественно, у них как бы были деньги, то есть Папарацци уже до запуска для как раз-таки первого масштабного анонса привлекли 2 миллиона долларов. Сейчас, кстати, оценка компаний уже варьируется от 100 до 150 миллионов, но об этом поговорим чуть позже. Но самое главное, что сделали Папарацци, они оказались в очень нужный момент в нужное время. Что происходит сейчас? Они ловят новый тренд, что поколение Z, поколение зумеров, наконец-то стало готово публиковать свои фотографии без фильтров, без каких-то доработок и так далее. И на этом строится вся идея Папарацци. Лично на мой взгляд, я думаю, что эта соцсеть, возможно, чуть-чуть подвидит Инстаграм, но вряд ли они станут новым ТикТоком за счет того, что денег, напомню, ТикТок тратил на рекламу в США миллион долларов в день в 2018 году. И что здесь очень интересного происходит? Значит, компания, они ее основывают, делают почему-то опять только на iOS. Обратите, кстати, внимание, это очень интересный факт, что Клабхаус, Папарацци, вначале запускаются на iOS. Хотя, хотя, на самом деле, с точки зрения бизнеса и, в принципе, современных технологий, не так важно, в принципе, 2 платформы или прочее. Я здесь могу предположить, это только мое предположение, что либо сейчас есть какой-то дефицит с Android-разработчиками на рынке, хотя это очень странно, Индия, конечно, подтаскивает дикие кадры, либо это действительно какое-то небольшое социальное ограничение для того, чтобы создать некий эффект эксклюзивности. То есть, не удивлюсь, что Папарацци специально придерживают Android-версию, хотя в официальных источниках они говорят, что это все есть. Но давайте вернемся к фаундерам, да? Говоря про фаундеров, то это Алекс и Остин Ма. Кстати, Ма это очень интересная фамилия, не знаю, я думаю, что это, скорее всего, корейцы, давайте посмотрим, да? Ну, в принципе, да, то есть, ребята, на самом деле, Алекс и Остин Ма, это, как бы, такие азиатские ребята, крайне успешные, прикольные ребята. Так вот, что сделал Папарацци? Папарацци подтвердил готовность поколения Z публиковать неотфильтрованные изображения. Давайте разберем этот кейс. Значит, смотрите, как вообще будет работать Папарацци? Если в Инстаграм мы все с вами сейчас привыкли видеть красивую картинку, которая сама порождает другую красивую картинку, то есть, ты заходишь в Инстаграм, видишь полностью вылизанную фотку, успешными фильтрыми из красивой жизни с островов, ты также сам побуждаешься делать такую вот фейковую красивую картинку. По большому счету, сейчас считается, что Инстаграм это какая-то витрина успеха. Когда же мы говорим про Папарацци, здесь другой принцип, что вы даже не делаете фотки себя на... То есть, ты не можешь загрузить в Папарацци вообще какую-то фотографию. И ты не можешь сделать селфи, то есть, не работает фронтальная камера. Единственное, что ты можешь делать, это на внешнюю камеру условно снять друга. Это очень круто вирусит приложение, потому что как только ты снимаешь какого-то друга, система распознает, если его фотографий еще нет, группирует их и предлагает тебе отметить этого человека. То есть, если его нет, то еще в этом приложении она тебе предлагает выслать ему инвайт на почту. Это вот очень крутой, кстати, кейс, и вот это то, как работают реально вирусовые крутые приложения. Если же он есть, то ты его просто отмечаешь. И когда владелец данной фотографии уже регистрируется в своей привлете, в данной привлете в Папарацци, он может удалить какие-то не понравившиеся ему фотографии. Но именно сам кейс, что фотографии создаются и сортируются на базе чужих фоток, а не своих, является ключевым, возможно, в успехе и в разборе Папарацци. Следующий кейс, что они сделали, они пошли в ТикТок. Да, это банально, но ТикТок уже является шикарным, просто шикарным источником трафика для зумеров. Потому что, ну, для вас не секрет, что Инстаграм условно стареет, и это факт, да, молодежь все залипает там. И благодаря вот этим большим анонсам, многие из которых набирали более миллиона просмотров, они смогли собрать шорт-лист. А дальше работает все очень просто. Представьте, что компания анонсирует большой запуск. То есть она говорит, окей, мы 24 мая нажимаем кнопку «Опубликовать приложение». И в этот момент все эти 500 тысяч человек, которые стоят в Микбейт-листе, получают уведомление «Заходите и скачивайте». Чем больше людей заходят и ищут определенное приложение, тем оно поднимается выше. И здесь происходит как раз самый хайк. И здесь происходят самые сделки. То есть это конкретно четкий распланированный сценарий от крутых фаундеров, которые знают, как это делать. Тут же работает пиар-агентство, которое это все правильным образом анонсирует. И что происходит? И компания, которая условно 4 дня назад или там 2 недели назад получила 2 миллиона инвестиций, отдав за это 10 процентов, например, по оценке 20 миллионов, мы точно не знаем, но плюс-минус так. По законам долины. Тут же вырастает просто X5, X6. И ей уже предлагает фонд Benchmark Capital, ей предлагает сейчас деньги по оценке 100, там 150 миллионов по разным оценкам, да, то есть уже десятку. И вот так вот рождаются компании-единородки. Дальше они сейчас получают эти деньги, докручивают прилку, причем максимально раскачивают именно маркетинг и дальше идут условно к миллиарду. Я не удивлюсь, что мы через пару месяцев с вами увидим новости о том, что компания Папарацци стала новым единородным. Кстати, это одна из топовых ошибок, которую допускают российские стартапы. И российские фаундеры, которые никогда не касались IT. Мы все стараемся допилить идеальный продукт. Так как из прошлых стартапов, которые были у меня запущены в прошлом году, я в ряде стартапов миноритарный фаундер, то есть небольшой долей 20-25%, это была наша модель. То там, где партнеры имеют недостаточную экспертизу, скажем так, в IT, это нормально. Я об этом говорю открыто, очень много надежд и усилий у людей связано с самим продуктом, что является ошибочным. Хотя по всей методологии, блин стартапа, а я все-таки прошел три акселератора, тебе нужно как можно раньше выпустить продукт. Нужно выпустить продукт вовремя, согласен, не как можно раньше. Но, инстартап гласит, что если ты выпустил продукт, и тебе за него не стыдно, значит ты слишком поздно вышел на рынок. То есть, именно обратная связь от пользователей, именно большое количество итераций, которые сделал проект Папарацци, и является на самом деле тем, причем к успеху, который сопутствует данного проекта. Поэтому, я надеюсь, что данное видео было вам полезно, чтобы вы узнали что-то классное из него. И самое главное, делайте новых единорогов и занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok